Проблемные вопросы мусорной реформы обсудили за круглым столом все, кто так или иначе взялся за их решение. Организатором мероприятия выступил Народный фронт. Несмотря на споры и недовольства, рекоператор методично делает свое дело. За этот год тематика жалоб населения поменялась. Раньше просили разъяснить, а теперь помогают сами. Граждане сигнализируют о непорядках в графике вывоза и о несанкционированных свалках. В этом году рекоператор занимался заменой контейнеров. Полностью на контейнер-сбор. У нас перешел город Кенишма, перешел на контейнер-сбор. Поселок Лух тоже перешел полностью на контейнер-сбор. И вот недавно мы совместно с органами местного самоуправления города Вичуга, Вичугского района, тоже организовали контейнерный способ вывоза. А вот с документами порядок так и не наведен. В Верховном суде прокуратура Ивановской области оспорила и один из разделов территориальной схемы, и единый тариф на услуги рекоператора. Сейчас правительство готовит обновленную территориальную схему и программу к обсуждению. С чем была связана такая затяжка времени? До последнего момента муниципальные образования уточняли, выясняли, давали данные по своим поселениям, какие включать в программу, какие не включать. Ну, скажу честно, работа эта, конечно, сделана большая, но все равно очень много вопросов. Поданы данные по некоторым населенным пунктам, которые далеко удалены, проживают 2-3 человека. Я считаю, что это нецелесообразно такие населенные пункты включать в схему. И вот сейчас идет как раз процесс, ну, подчищают последние штыки. Также в данный момент район области производит замеры накопления твердых коммунальных отходов за 4 сезона. По мнению надзорного органа, в первый раз это было выполнено неверно. И, как следствие, посчитанный тариф признан необоснованным. Что касается тарифного регулирования, у нас до 20 декабря должен быть утвержден один тариф. Проверка обоснованности данного тарифа будет проводиться по прокуратуре области уже по его утверждению, то есть, наверное, в начале 2019 года. То есть, на то время преждевременно что-то говорить о том, что не обоснована цифра, там не обоснованно нормативное накопление, учитывается при тарифе. Все будет проверено и будет сделано соответствующий вывод прокуратуры области. Также на формирование тарифа повлияет, освободят ли рекоператора от уплаты НДС. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Ивана.